Приветствую вас, дорогие друзья, на канале OK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами проходим новые английские слова, которые мы разбираем в группе синонимов. И сегодня у нас сороковой урок, в котором мы поговорим на тему слова find, находить, а также разберем его синонимы. Итак, find – это глагол в английском языке. Он имеет такие варианты перевода, как найти, обнаружить, отыскать. То есть все, что связано с обнаружением какого-то объекта. Синонимами являются такие слова, как discover, come across, encounter. И есть у нас также антоним, который звучит как lose. Если вы готовы, то переходим к разбору наших слов. OK, so find means to see where something hidden or lost in after looking for it. Find обозначает увидеть, где же спрятан предмет, либо где он потерялся после того, как вы его искали. То есть слово find – находить, предполагает, что объект был потерян. Вы произвели какие-то действия и обнаружили его. You found the object. Давайте посмотрим примеры. I found a two-pound coin behind the sofa. Я обнаружил двухфунтовую монету за диваном. То есть человек ее искал, может быть, а может быть не искал, он ее когда-то потерял. И тут он залез за диван. And voila! He found this coin. Он обнаружил эту монету. Слово coin – это монета. Вот этот значок за корючкой перед цифрой 2. Так обозначаются фунты. Pounds в английском языке. Англичане их называют pounds. Фунты. I found a two-pound coin. Я обнаружил двухфунтовую монету. Где? Behind the sofa. За диваном. Did she find the book she was looking for? Did she find the book she was looking for? Она нашла книгу, которую она искала. Здесь мы, опять же, хотим узнать о результатах поиска потерянного объекта. Did she find it? Она нашла это. То есть мы знаем, что она искала объект. И мы хотим узнать о результатах. Книга пропала. She was looking for it. Она ее искала. Look for – связка, которая переводится как искать. То есть производить действие по поиску какого-то объекта. Find уже указывает на результат. Объект был найден. Следующий глагол, который мы разбираем – discover. Discover means to find something new or to learn something for the first time. Discover – открыть, обнаружить передает такое значение. Найти что-то новое. Даже лучше сказать узнать что-то новое или выучить что-то, чего вы не знали. То есть узнать о чем-то в первый раз. Мы, конечно, знаем канал Discovery, очень известный. Есть целая серия этих каналов. И мы понимаем, что на этих каналах мы исследуем и узнаем о разных вещах. Ну и глагол discover подразумевает, что вы обнаруживаете какой-то новый факт, какое-то новое явление или вы узнаете о чем-то в первый раз. You discover something. Вы узнаете о существовании этого. Which scientist discovered penicillin? Какой ученый обнаружил пенициллин? Или открыл пенициллин? Можем здесь в данном случае discover переводить даже как «я открыл». То есть до этого, до этого человека о пенициллине никто не знал. Такого лекарства, скажем так, не существовало. But someone discovered it. Флеминг, I guess. Флеминг, кажется, открыл пенициллин. Оно было новым. He discovered it. We discovered that house had already been sold. Мы узнали, что дом уже был продан. То есть мы впервые услышали эту новость. Мы обнаружили для себя, we discovered такую новость. The house had already been sold. Дом уже продали. Следующий глагол come across. Это уже фразовый глагол, потому что мы не можем переводить отдельно come и отдельно cross. Всю связку come across мы переводим как «натолкнуться на что-то». Это разговорный фразовый глагол, который используется в поседневной речи для того, чтобы сказать, что что-то вы случайно обнаружили. Вы этого не ожидали и тут, ух ты, что-то вам попалось на глаза. Я наткнулся на старую фотографию, когда я чистил шкафчик. То есть я не ожидал или я не ожидала там найти эту фотографию. Я занимался еще другими делами и тут мне случайно попалось на глаза это. Я натолкнулась, наткнулась на это. Далее, друзья мои, еще один синоним. Encounter. This is a formal word. It shows that you met someone or something unexpectedly. Encounter переводится как «сталкиваться с кем-то». Формальное слово в отличие от come across, которое, в принципе, передает практически то же значение, но используется в таком больно свободном контексте. То есть вы сталкиваетесь с кем-то или с чем-то неожиданно. Просто используется в разных контекстах, хотя смысл очень похожий. On the journey, we encountered several amusing people. Во время поездки мы натолкнулись на несколько интересных людей. То есть мы с ними столкнулись. We encountered. I had never encountered such hospitability anywhere else. Я никогда не сталкивался с такой доброжелательностью нигде. Итак, я не сталкивался с этим. I have never encountered. Тут, опять же, мы хотим показать, наверное, как культуру поведения, культуру речи. И come across здесь не подойдет. Все-таки come across больше передает значение, как вот, ух ты, вот вам попался какой-то предмет на глаза. А encounter может подразумевать также и столкнуться с людьми, с какой-то ситуацией, с каким-то явлением. То есть более широкий такой смысл данного слова. Encounter. И последний антоним, друзья мои. Lose means to put or drop something somewhere and not to know where it is. Lose переводится как потерять. И оно обозначает, что вы что-то выронили, оставили где-то и не знаете, где оно теперь находится. You lost it. Можно сказать, I've lost my ticket. Я потерял билет. Ух ты, ищу билет, а его нет. Maybe I dropped it somewhere or put it somewhere. I don't know. I don't have it. I have lost it. Lost – это третья форма от глагола lose. Глагол неправильный. Lose – lost. Lost – вторая и третья формы. Давайте еще раз, друзья, мы повторим. Новые для нас слова find – находить, обнаруживать и отыскивать. Другие синонимы discover – обнаружить что-либо, открыть то, чего до этого вы не знали или этого не существовало. Come across – случайно натолкнуться на какую-то вещицу. Encounter – столкнуться с человеком или с явлением. И антоним – слово lost. А теперь давайте повторим все, что мы выучили, но сделаем это в более быстром темпе. Find means to see where something hidden or lost is after looking for it. Find – это увидеть, где что-то спрятано или пропало после того, как вы это искали. I found a two-pound coin behind the sofa. Я обнаружил двухфунтовую монету за диваном. Did she find the book she was looking for? Она нашла книгу, которую она искала. Discover – to find something new or to learn something for the first time. Обнаружить – это открыть для себя что-то новое, либо узнать о чем-то в первый раз. Услышать об этом впервые. Which scientist discovered penicillin? Какой ученый обнаружил пенициллин или открыл пенициллин? We discovered that house had already been sold. Мы обнаружили, что дом уже продан. Come across means to find something by chance. Натолкнуться на что-либо, это найти – это совершенно случайно. I came across this old photo when I was cleaning up our drawer. Я натолкнулся на эту старую фотографию, когда я убирал в шкафчике. Encounter means to meet someone or something unexpectedly. Натолкнуться, сталкиваться с чем-либо, это встретить кого-то, либо что-то неожиданно. On the journey, we encountered several amazing people. Во время поездки мы столкнулись с несколькими хорошими, забавными людьми. I have never encountered such hospitality anywhere else. Я никогда не сталкивался с таким гостеприимством нигде. И антоним lose to put or drop something somewhere and not to know where it is. Потерять что-либо это где-то, его оставить или обронить, и не знать, где этот предмет сейчас. I've lost my ticket. Я потерял свой билет. На этом, друзья мои, наш урок может считаться законченным. Занятие для вас провела Елена Викторовна на канал OK English. Следите за обновлением плейлиста. Мы находимся на букве F. И впереди еще очень много букв и много слов, которые нам предстоит с вами выучить. Желаю вам в этом успехов. See you later. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok